Я думаю, что сегодняшний матч один из самых интересных, захватывающих, потому что играли две достойные команды. В целом, я думаю, счет справедливый, потому что было бы обидно, конечно, в такой равной игре, по большому счету, кому-то потерять очки, проиграть. Поэтому я считаю, что мы, особенно во втором тайме, кое-какие коллективы сделали, стали более цельно играть, создавали моменты и, в принципе, в какой-то момент игры даже доминировали. Первым таймом, естественно, не очень были довольны. Что остается? Есть над чем работать. К сожалению, сегодня уже девятый тур, но мы никак не можем оптимальным составом сыграть. То травмы, дисквалификации. Надеюсь, что в ближайшее время мы все уже, как говорится, в оптимальном составе сыграем и покажем действительно на Бахор 2023. Но сегодня что остается? Остается поблагодарить ребят за их труд. И, конечно же, мы сегодня... Еще один важный факт. Мы не могли сегодня проиграть. И эту игру мы посвящаем памяти Виктора Мальча Джалива. Это один из величайших тренеров нашей страны, который оставил след своими победами, воспитанием молодых, талантливых футболистов. Для меня лично Джалилов особенно близок. Это мой второй отец. Это человек, который в осознанной жизни стал моим педагогом, наставником. И до сегодняшнего дня мы были вместе. Большая утрата для всего нашего футбола. Утрата для родственников и для команды. Светлая память Джалилову Виктора Мальчу. Сегодня нам, особенно в первом тайме, мы это подметили в перерыве. Немножко агрессии в атаке не хватило. Мы немножко так осторожно двигались именно в завершающей стадии атаки. И, конечно, первые минуты, минут 10, конечно, очевидно было, что мы просели и слишком низко в первой зоне встречали. Это делать мы... Об этом мы не договаривались, но пришлось коррективы вниз. Во втором, да, с выходом Яхшбаева наши атаки имели цельность, имели какое-то здравое решение были на поле. Поэтому я думаю, что в целом, наверное, уровень защитников Насафа, в том числе, тоже не позволил нам ярко сыграть в атаке. Но что ж, есть еще время, есть над чем работать. Я думаю, вот эти главные факторы, мы не были агрессивны в атаке. Мы не должны были проигрывать. Это в третьем туре откровенная ничейная игра, где мы пропустили грубейшие ошибки в обороне. Гол второй, мы забиваем пенальти в добавленное время. Это тоже, как говорится, исполнительское мастерство, психология. В игре с АГМК, ну, на самом деле, здесь труднообъяснимая история получилась после гола, который мы забили. Вот эти две игры, ну, в большей части, там вопрос даже ни техники, ни тактики, мы проиграли в борьбе. Поэтому сказать, что мы просели, нет. Два, буквально две игры, минут 20 там, минут 15 здесь. Все нормально, что касается футбола, в организации игры, но борьбу мы не имеем права проигрывать. Сегодня ребятам огромное спасибо. Я это тоже подмечал, что мы сегодня не имеем права, при всех нюансах, каких-то тактических уловках, прочее, оснащенности, технические команды, мы не имели права проигрывать в борьбе. Что ребята и сделали сегодня практически. Всю борьбу выиграли, особенно на втором этаже, на стандартах. Мы знаем, что на САФ. Сегодня это визитная карточка, но мы практически им ничего не дали создать на стандартах у наших ворота. Я это был готов. Что вы можете делать на стандартах у наших ворота? Вы знаете, что ли это уже? Сейчас вы поднимите, тебе заказали какие-то? что касается главного нашего конкурента у нас сейчас все конкуренты не только пахтакор и Агемка и Фергана и каждая команда кто выходит против Навбахора какой-то дополнительный раздражитель мы видели как и Пахтакор и Агемка играют в других играх и мы видели как они настраивались на на Бахора это значит говорит о том что мы наверное сегодня самый главный раздражитель и драйвер нашего чемпионата потому что все на нас настраиваются по особенном я маме закурят нас узгар шлэр сунги и кучу и ларда узгар шваке кэмболе и к футболцам кит шерты у ассо ситах и футболчарных куб кучу охоте гава за храдагарина уин амалья от ну вот должны наверное футболисты выходить на замену который усиливает естественно качество футболиста должно быть сегодня если вы увидели на скамейке одна молодежь сидел пять футболистов есть трое двое ю-17 игроки сборная двое ю-20 которые вернулись распоряжение ну сегодня он не было составе болтабаев который по глупой ошибки по глупой ситуации была на самом деле при счете 2-0 заслужил удаление нам сегодня откровенно не хватало сегодня защитник милыш не играл милыч и естественно добром хашимов ну то есть у нас есть обоймы футболистов но не так много что мы могли проводить ротацию и это все позволял держать уровень игры поэтому выходят те кто держит уровень игры кто соответствует нашу задачу на бахар ассоции уилет ассоции рактария кашу и ладачка и ухо тяпты дырли да ассоцией киндады вылезис буха галаба ланьях питмеда башня айпоза миздэя нанима дима десна озеро текуруша егерма минут агэм кабелян егерма минут пахта корбан шухолос а соседуши борьбе борьбе у вашей кузы что касается тактики все прочее мы играли нормально не просаживались прессинге грану по качестве игры мы не уступили вот именно вот эти отрезки именно в борьбе проиграли и соперник вырывал мяч и соответственно создавал момент а другу виктор джалилев ты марта муку джалилев ты и азиабады брдак и кску саклэн генды чемпионат азия сайта фото мухтарлара сады козы где и ошки ян джарайон сурат куриштова ухо ратна он могил онкал дыр мох чубу ген саваным майдана трофеяшный майдана трофе буген гиде халат ахури марта еще дэй кассир на нападешь туркинг азиат и словами и пера мальча же сказал мне как второй отец это для меня большая потеря для человек которому до последнего дня созванивались я с ним обменивался мнением это большая и во время игры это чистые эмоции завтра вот мы всей командой проводим и промачу последний путь и я думаю что все ребята были настроены и хотели отдать дань памяти промачу сегодняшний да это запоминающийся а а а а Субтитры делал DimaTorzok